Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Канализационная насосная станция в Купеленке начала работу в штатном режиме. В этом году мы успели завершить этот объект и ввести его в эксплуатацию на 100%. Традиционная предновогодняя акция «Исполни видную мечту». Все было круто, ну и красиво. Классный проект, мне еще понравилось. Состоялось честование победителей премии «Наша Подмосковья». Моя мама сказала когда-то, что ты не можешь быть доброй феей, а я хочу доказать, что я могу ей быть. Канализационная насосная станция в Купеленке начала работу в штатном режиме. Масштабный проект по сооружению самой станции и наладке оборудования завершен, впереди благоустройство. С депутатской проверкой на объект приехали Станислав Радченко и Артур Григорян, которые на протяжении всего периода тщательно отслеживали все этапы строительства. Татьяна Брылова продолжит. Менее двух месяцев назад состоялся пробный пуск канализационной насосной станции в Купеленке, а сегодня объект уже выполняет свои функции в полном объеме, хотя первое время будет действовать в режиме пуска наладки. Канализационная насосная станция рассчитана на 2500 метров кубических в сутки, но при этом имеет определенный запас. То, о чем мы проговаривали вообще изначально, изначально закладывали на данную канализационную насосную станцию. Перекачивать она может принимать тысячу кубов от микрорайона Видный берег и полторы тысячи кубов от микрорайона Купеленка. Два насоса работают последовательно и взаимно дополняют друг друга. Андрей Асеев, как и все, кто сегодня приехал на КНС, провели огромную работу, результат которой – новая станция, справляющаяся с поставленными ей задачами, и удовлетворенные жители, а также местные депутаты, без которых реализация проекта была бы невозможной. Такой крупный проект, что жители микрорайона настояли, соответственно, пошли навстречу и администрации, и депутатский корпус, и застройщик, то есть реализовали этот проект, и сегодня мы, видимо, уже готовый КНС. То есть мы, я как житель микрорайона, и депутат от этого микрорайона очень рад. Вместе с председателем районного совета депутатов Станиславом Браченко Артур Григорян проинспектировал КНС. Важно убедиться, что все задуманное и сделанное надежно. Дополнительно у нас к этим коллекторам будут подключаться еще три КНС-ки от строящихся районов. Это тоже позволит несколько удлинить время или останавливать периодически. Поэтому сейчас вот в таком режиме бусконаловки будут работать либо синхронно, либо периодически как очистные сооружения, так и, собственно, это КНС-ка. В этом году мы успели завершить этот объект, ввести его в эксплуатацию на 100%. И постараемся в следующем году максимально быстро уйти от вот этой дурно пахнущей истории с этими шатрами, с очистными сооружениями, на месте которых мы планируем совместно с жителями проработать вопрос дальнейшего благоустройства. Уже в следующем году, возможно, при участии инициативного бюджетирования территория КНС и берег реки Купеленки преобразятся. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Есть в Ленинском городском округе славная традиция – перед Новым годом делать подарки детям с ограниченными возможностями здоровья и социально незащищенных семей. Благотворительная акция «Исполни видную мечту» в этом году проходила в кинотеатре «Искра», где для юных гостей организовали целый праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. На мероприятие побывала и наш корреспондент Юлия Пагасьян. Как пел крошка-енот в одноименном знаменитом советском мультфильме «От улыбки хмуры день светлей» – эта фраза сегодня воплотилась в жизнь. Десятки улыбок, радостных детей растопили тучи и выглянуло солнце. Благотворительная акция «Исполни видную мечту» собрала более 40 ребят. Это особенные дети, которые нуждаются в наибольшем внимании. Очень важно поддержать их, показать им свое внимание, показать, что есть вот это чудо. То чудо – это не просто новогоднее чудо, а просто в принципе сам смысл чуда – это то, что каждый из нас может сделать для другого человека. Благотворительная акция «Исполни видную мечту» проходит уже в третий раз. До этого ее организовывали в крупных торговых центрах, где на елке вешали письма ребят с пожеланиями подарков главному зимнему празднику. В этом году акция состоялась в кинотеатре «Искра». С письмами благотворители ознакомились заранее. Все желания были исполнены. Я хочу поблагодарить администрацию Ленинского округа, городское поселение «Видное» Моисея Исааковича Шамаилова, поблагодарить тех, кто сегодня нам этот праздник подарили. Это МБУ «Энергия» и Центр досуга «Дроздова». И хочу поблагодарить всех, кто, как говорится, посильный вклад внес в этот замечательный праздник. Поздравить ребят с наступающим Новым годом на праздник пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Они провели с детьми интерактивные игры. Юные гости остались в восторге. Весело, хорошо, классно. Что больше всего вам понравилось? Ну, как вошла Баба-яга. Почему? Ну, потому что она веселая. Все было круто, ну и красиво. Классный праздник, мне все понравилось. Идею проводить такую предновогоднюю благотворительную акцию подхватили и другие регионы России. Ленинский городской округ не отстаивает пальму первенства. Как акция будет называться и где проходить – это не важно. Важно, чтобы дети всей страны были счастливы и их мечты сбывались. Не важно, кто первен. Важно, что эта акция имеет все больше и больше сторонников. Я думаю, что праздник для детей получился. Вот это самое главное. В завершении праздника для детей было организовано чаепитие, во время которого они с улыбками на лицах рассматривали свои подарки. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Весь год победители премии губернатора «Наша Подмосковья» работали над реализацией своих проектов. И вот в торжественной обстановке состоялось награждение лауреатов конкурса. В районном центре культуры и досуга состоялась торжественная церемония чествования авторов социально значимых проектов, получивших в этом году премию губернатора «Наша Подмосковья». Многие из лауреатов знакомы жителям округа, ведь все занимаются общественно значимой работой. Экологи, спортсмены, священнослужители, волонтеры, предприниматели и многие другие объединены одной целью – сделать этот мир лучше и добрее. Председатель общества инвалидов Наталья Рящина вкладывает всю свою энергию в помощь особенным людям. «Мы стараемся привлечь неравнодушных, щедрых людей, чтобы они могли тоже показать свою душу, показать, что они добрые, щедрые, заботливые, внимательные». Проект Светланы Лобановой под названием «Что ты оставишь после себя» заключается в том, что она бесплатно делает лечебные массажи детям из многодетных семей и занимается гуманитарной помощью. «Доказать, наверное, быстрее всего своим родителям. Сказать им большое спасибо, что они меня такое воспитали. То есть моя мама сказала когда-то, что ты не можешь быть доброй феей, а я хочу доказать, что я могу ей быть». Также премией был отмечен проект Людмилы Лернер «Управдом на службе людям». В качестве руководителя Ассоциации председателей советов многоквартирных домов она организует муниципальные форумы «Управдом», помогает жителям разбираться в вопросах ЖКХ и налаживает взаимодействие между населением и управляющими компаниями. «Ленинский городской области занимает первое место по воду жилья. У нас за год прирост на 45 МКД. Мы проводили круглые столы, мы проводили встречи с жителем, мы занимались собраниями по комплексному благоустройству дворовых территорий. Мы проводили обучающие семинары про ЖКХ. В этом году это было второй раз». Во время торжественной церемонии теплые слова и пожелания в адрес лауреатов премии добрых дел прозвучали от представителей власти. «Мне очень приятно выполнить почетную миссию всех нас – поздравить с нашими достойными победами именно благодаря вам. Потому что те добрые или премии от тех добрых дел могут делать только добрые, самые добрые люди, жители, живущие в Ленинском городском округе». Премия существует с 2013 года. За это время от нашего муниципалитета было направлено более 2000 заявок. Лауреатами стали около 300. «Сам проект, сама идея нашла большое отражение среди жителей Подмосковья, потому что все мы хотим сделать жизнь в Московской области еще лучше и лучше. И именно на это направлены все проекты, которые представлены в этом конкурсе». Вручение дипломов лауреатам премии чередовалось с концертными номерами. Всего от Ленинского округа в этом году победителями стали 20 человек. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ В предновогодние дни многие задаются главным вопросом – где купить подарок? И еще так, чтобы получить максимальные скидки. Наш корреспондент Максим Козлов отправился в один из автосалонов Ленинского городского округа, чтобы узнать, насколько выгодно покупать автомобиль под Новый год. В просторном зале автосалона кто-то пока еще только присматривает себе железного коня, оценивает вместительность багажника, удобство салона. А кто-то уже подсел к менеджеру и приступил к приятной процедуре – непосредственно покупке автомобиля. Как выясняется, в предновогодние дни этот процесс максимально выгоден. «Мы готовы делать для наших клиентов самые выгодные предложения. На данный момент выгодный автомобиль может достигать 400 тысяч рублей. При сдаче автомобиля своего потребления 400 тысяч рублей может быть составлять». Остается только выбрать машину. А процесс этот непростой. Сейчас в линейке «Кеа» 16 автомобилей различного класса. И у каждого еще и различная комплектация. Невольно растеряешься. «Кто-то сразу готов купить, с кем-то приходится общаться и долго, так скажем, выявлять потребности клиента, потому что он сам не знает, что купить. Когда начинает смотреть на выбор, автомобилей много и разных, начинает теряться. Действительно, приходится помочь уже выбрать именно по его потребности». Покупка автомобиля – дело небыстрое, впрочем, и не очень долгое. В некоторых случаях владелец может уехать на новенькой машине уже через час. В салоне есть возможность скоротать время. Зона отдыха и детская зона – бесплатный Wi-Fi. Придя в автосалон, не упустите возможность записаться на тест-драйв. Во-первых, это бесплатно. А во-вторых, зачем отказывать себе возможности прокатиться на новеньком автомобиле? «Допустим, прокатившись на автомобиле, вы внезапно поймете, что нашли транспортное средство по душе, но не по финансам. И на этот случай все предусмотрено. Прямо в автосалоне можно оформить кредит». «Клиент к нам, обращаясь, получает очень выгодную скидку на автомобиль. У нас есть в банке партнеры по очень выгодным условиям. Заявку отправляем в банке, и уже клиент выбирает, какие ему условия выгодны для оформления кредита». Но все же, что главное в предновогодних покупках? О скидках до 400 тысяч рублей мы уже упомянули. Но ничего не сказали о подарках, а их тоже немало. При этом и здесь будущий водитель новенького авто может выбрать именно свой. «Можем поставить автомобиль на учет, чтобы вы не тратили свое время. Сигнализацию в подарок можем сделать. Зимние резины, куда без нее сейчас». Также в подарок можно получить бесплатное техническое обслуживание. Одним словом, и автосалон может превратиться в настоящую новогоднюю ярмарку. «По сути у нас уникальная ситуация. Мы имеем возможность купить подарок и при этом получить подарок. Все еще сомневаетесь? Напрасно». И самое приятное во всей этой ситуации, что ехать далеко не надо. Автосалон находится на трассе М4 Дон в 12 километрах от МКАД. Максим Козлов, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся ежегодный молодежный новогодний бал, на который съехались 700 старшеклассников со всего муниципалитета. Вопреки названию, никаких коринолинов и фраков мы там не заметили. Наоборот, все было современно и, как говорится, в тренде. Лично убедилась в этом и наша съемочная группа. Традиционно на молодежный новогодний бал приглашают самую активную молодежь муниципалитета – отличников, юных спортсменов, волонтеров, музыкантов, танцоров и художников, членов общественных организаций и объединений. «Мы занимаемся в юной армии уже пятый год. Состоим в движении юной армии. Я командир отряда первой школы». «Я занимаюсь баскетболом в школе, просто не профессионально, не как баскетболистки наши в дворце спорта. В прошлом году у нас были соревнования. Мы среди школ заняли третье место, а среди района – второе». «Партсмен, занимаюсь спортом, тренажерный зал, ММА, бокс, кикбоксинг». «Я занимаюсь художественным творчеством, рисую, у меня много грамот в школе, выхожу на районные этапы». «Ходил, просто помогал, ничего особенного. Ветеранам». «Ходили, помогали ветеранам, коляски собирали, деньги собирали, вот такую тему делали». «Этим не надо гордиться, правильно? Просто ходишь, помогаешь, об этом не надо говорить, что ты лучше кого-то после этого». В этом году организаторы решили не устраивать мастер-классы перед танцами, зато установили множество фотозон, которыми с удовольствием пользовались гости вечера. На первом этаже можно было проверить свою силу и ловкость. Но все, конечно же, с нетерпением ждали главного действа – сам бал. «Что ждете от сегодняшнего вечера? Бурь эмоций. Мы хотим в этом году хорошую музыку. Это главное. Более современное, наверное. Молодежное, веселое. Что-то веселое, что-то необычное, что можно взорвать этот день, сделать его необычным». «Хочется получить бурь эмоций, потому что последний год, можно сказать, выпускной, больше не попадем сюда, потом начнется взрослая жизнь, и все. И прям хочется оторваться сегодня. Прям вот взрыв, чтобы был». «Я жду большого веселья, хорошей музыки, ну и не знаю, чего-то необычного». «Во-первых, это дает какое-то, возможно, даже культурное развитие, общение, потому что, ну, это интересно. Не у всех есть возможность куда-то вот так вот выбраться, но это отличная альтернатива». Старшеклассники пришли на бал вместе со своими наставниками и учителями, которые, как оказалось, тоже не прочь повеселиться. «Слова благодарности главе Ленинского района, который организовывает такое мероприятие. Всегда это есть взаимодействие. Кто умеет веселиться, тот умеет и учиться. Будем веселиться. Я надеюсь, тоже станцую пару танцев». Пожелать ребятам хорошо отдохнуть приехал и глава муниципалитета Валерий Венцель. «Весь год очень плодотворно трудились и имеем полное право в конце года отдохнуть. И это хорошее мероприятие, которое позволяет еще всем вместе пообщаться, всем вместе порадоваться за успехи друг друга». Молодежный новогодний бал, хоть и носит такое несколько старомодное название, к риналинам и фракам не имеет никакого отношения. Ребят развлекают диджеи, музыканты и танцоры. «В этом году в новогоднем молодежном бале приняли участие 700 старшеклассников из 20 школ Ленинского городского округа. Ребята отрывались на танцполе до 10 вечера, а затем их ждал праздничный фейерверк». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова